Гиде Мопассан С ранних лет научился ловить рыбу, водил дружбу с фермерами, матросами, рыбаками. Мама устроила Ги к духовному семинарию. Строгость учебного заведения не понравилась свободолюбивому подростку. Несколько раз бегал, постоянно проказничал. В итоге непутевого семинариста с позором выгнали. Родительница решила попытать счастье в Руанском лицее, куда и пристроила сына. Здесь юноша прижился, проявил яркие способности к науке и искусству. А главное, нашел проводников в мир литературы. Первыми наставниками стали поэт Луи Буе и писатель Густав Лабер. После лицея молодой человек отправился в столицу Франции, где поступил на юридический факультет. Но учебу прервала война в Пруссии. Мапасан прошел войну рядовым. Вернувшись домой, не смог продолжить обучение. Расразился экономический кризис. Родители оказались не в состоянии оплачивать вуз. Пришлось поступить на службу. Ги шесть лет отдал морскому министерству, еле сваря концы с концами, на мизерную зарплату. Занятием, которое действительно захватывало, стала литература. Работой в министерстве Ги де Мапасан под началом Лабера начал делать первые шаги на писательском поприще. Первая публикация в творческой биографии начинающего писателя случилась в 1875 году. Новелла «Рука труппа» вышла в газете под псевдонимом «Как и поэма на берегу», которая спустя четыре года в переработанном виде наделала много шума и довела автора до суда. В 1880 году свет увидел рассказ «Пышка». Произведение произвело фурор в кругах критиков и читателей, тонкой иронии, яркостью характеров. Вслед за Пышкой был изнан политический сборник стихотворений, после чего Ги де Мапасан уволился с поста чиновника и работал в газете. В 80-х годах Мапасан много путешествовал. Впечатления от Корсики, Алжира и Британии вылились в романы, новеллы и очерки. Бытность корсиканцев, например, вдохновила на создание книги «Жизнь». За последние десятки лет, которые отвела судьба писатель, успел создать россыпь произведений. Литературу выделяет Пьер и Жан, «На воде», «Под солнцем», «Повести», «Новеллы», «Отжерели», «Лунный свет», «Завещание» и, конечно же, роман «Милый друг». Ги де Мапасан возвысился до первых мест, глядя звезд французской новелистики. Ги де Мапасан имел плохую наследственность, мама страдала психозами, а младший брат и вовсе умер в психиатрической клинике. В 1891 году мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, попал в психиатрическую лечебницу, а спустя два года умер. Причина смерти — паралич мозга. Автор, умеющий правдивый трогательно писать о любви, не дожил до 43 лет. Интересные факты у гида Мапасани. Мапасан вместе с другими деятелями культуры выступал против осведения Эйфелевой башни, называя строение безобразным скелетом. Часто обедал на крыше башни, потому что только из этой точки Парижа ее не было видно. Писатель любил путешествовать, побывал во многих странах. Он пешком прошелся по Британию и даже совершил полет на воздушном шаре из Франции в Биргию. Француз обожал реку, увлекался гребным спортом. В 2885 году купил яхту, которую назвал «Милый друг». Спустя три года появилась вторая яхта, уже вместительной, но точно с таким же названием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok